Здравствуйте, мои друзья! Сегодня я поделюсь с вами рецептом из детства. Это рецепт, напоминающий о детстве, о счастливых, беззаботных временах, о наших бабушках. Это рецепт халвы. У многих народов она есть, это халва, и у всех она готовится по-разному. Плюс-минус одинаково, но способ приготовления у всех разный. Я вам покажу армянский способ от армянской бабушки, которая готовила и сейчас готовит эту халву. Вот по ее рецепту я и приготовлю, и поделюсь с вами. Красиво. Мам, смотри, это нарка, это прикоснется. Я знаю, насколько вредная халва, и вы все знаете, наверное, но она имеет право быть хоть изредка на нашем столе у нас дома, чтобы напоминать нам о нашем счастливом детстве, о наших бабушках, и о том былом теплее, чтобы оно всегда присутствовало в нашем доме, в наших сердцах и в наших душах. Поэтому будем готовить старые рецепты, не забывать о них, и радовать наших детей, чтобы у них тоже... Чтобы у наших деток в памяти тоже остались такие же теплые воспоминания о детстве, как и у нас. Это коктей, когда тебе пьет маленькая, когда ты подаришь мне. Что? Это кокта, мне понравилось. Понравилась кокта? Да. Подарить тебе? Да. Чуть-чуть подрастешь, чтобы она тебе подходила, я тебе подарю, хорошо? Когда тебе пьет маленькая? Да. Будешь ждать? Да? Колеси. Итак, все, что нам понадобится, это большая сковорода с толстым дном, маленькие пальчики, или же кастрюлька большая. Берем побольше, потому что, чтобы нам было удобнее обжаривать в ней муку. Мука. Здесь у меня 400 грамм муки, обязательно просеете ее сначала. Потом 200 грамм сахара, сахарного песка. Да, сахар тоже можно просеять, потому что там бывают комочки. Как комочки. Я буду использовать топленое масло и масло сливочное, вот такое вот, 82%, и еще ванилин. Можно ваниль или экстракт ванили, что у вас есть, что желаете. Можно тоже не добавлять. Буду использовать сливочное с топленым, но можно также использовать просто чисто 200 грамм сливочного масла, или просто чисто 200 грамм топленого масла. Но я сделаю вот микс. Но это потом. Сейчас нам нужно... Желательно взять деревянную лопатку или ложечку. Хорошо разогреем сковородочку. Для начала, чтобы она была хорошо горячей, разогретой. Мне можно вот эту траву себе мать? Не, лучше не нужно. А палку? Не нужно. Все, что горячее, я буду сама делать. И высыпаем сюда муку. Потом, когда сковорода хорошо разогреется, мы опустим огонь и на маленьком огне будем обжаривать муку до светло-золотистого цвета. Сильно тоже обжаривать не нужно, потому что тогда халва будет такая темная, коричневая. Она красивее, когда золотистая. И обязательно помешиваем, чтобы мука не пригорела. Посмотрите, я уже примерно плюс-минус 10-15 минут жарю. Просто я еще отставляла сковородочку, потому что у меня дети то звали в туалет, то еще что-то. Им телевизор переключить нужно. Мультики. В общем, вот такой вот цвет приобрела за это время мука. Ее нужно постоянно помешивать, поэтому, когда я отлучаюсь, я отставляю от горячей комфорты, чтобы не подгорело. В принципе, вот такой вот золотистый цвет меня устраивает. Если хотите, можете еще минуток 4-5 поджарить больше. И она тогда более такого медного, бронзового оттенка будет приобретать. Более яркий оттенок. Мне нравится и так. Тем более, что она потом еще чуть потемнеет. Когда мы соединим с сахаром, с маслом. Все, убираю с огня. Я убрала с огня, чтобы смешать вместе с сахаром. Но если у вас сковородка или кастрюлька побольше, можете не убирать. Прямо туда добавить сахар и дальше жарить. Но я уберу, не хочу рассыпать муку по плите. Как песочек цветом и пахнет жареным. Очень вкусно пахнет. Добавляем сюда сахар. И как раз можем добавить ванильку. Ванилька у меня простая такая. Сухая. Ну, кстати, неплохая. Перемешаю, чтобы равномерно распределился сахар. Если вы любите послаще, конечно, можете добавить больше сахара. Еще есть варианты, когда добавляют мед. Я мед не добавляю, потому что бабушка варила без меда. Я варю так, как она варила всегда. Готовила, то есть халву. Сейчас, если вы любите в халве мелкие орешки, можно нарубить мелко орешки и добавить сюда, чтобы они были внутри. Но я не люблю, когда внутри орешки, я люблю сверху просто украсить для краски и все. Мне нравится сам чистый вкус, непосредственно халвы сам. Сейчас легосенька обжарим сахаром немножко. Я добавлю примерно 150 грамм сливочного масла и 50 грамм топленого масла. Видите, мы добавляем масло. После этого оно пропитывается, намокает. Мука с сахаром и темнеет. Вот чем больше вы прожарите муку, тем еще темнее она потом будет. Поэтому я как бы стараюсь не очень сильно прожаривать. Комочки небольшие остались. Ничего, мы сейчас лопаткой их хорошо раздробим. Скатались. Хотя я муку просеивала. Можно, кстати, муку просеять еще раз предварительно перед тем, как добавлять масло. Ну, я уже не стала этого делать. Потому что дети постоянно дергают. То это им, то то. Постоянно приходится выключать камеру, оставлять сковороду и бегать. Решать их не вопросом. И так будет очень вкусно. Вот халва уже готова. В принципе, комочков уже нет. Вот. Я все их размяла. Газ, кстати, я уже давно выключила. Потому что до нужной консистенции у меня оно дошло. Масло полностью растопилось. С мукой и с сахаром соединилось. Мне просто нужно было размять комочки белые. Вот. Их уже нет. Будем формировать халву. Прямо горячую халву выкладываем в блюдце. Можно, кстати, закатать еще рулетиком. Но я буду делать и покажу вам так, как делала бабушка. И вот так вот притрамбовываем плотненько. Она пока еще рассыпчатая, потому что она горячая. Потом, когда застынет, она схватится и примет форму. Так, это первый слой. Дальше насыпаем. Это раз темнее получилось, чем я хотела. Обычно я делаю еще светлее. Она получается такая золотистая, песочная. Но ничего, вот этот вкус как-то не меняется. Что ты делаешь? Иди покажи, как ты нарисовала, Куся. Это твои цветочки. Это ты мне нарисовала цветочки? Да. Спасибо, как красиво. Умничка моя. Желтый. Желтый. Спасибо. Селочки. Веди мой. Вот так вот очень хорошо плотно притрамбовываем. Последний слой несколько раз. Проходимся по кругу. Вот так вот. Чтобы это было гладенько, ровненько. С крошки тоже вытрем. Уберем. Теперь можем украсить нашу халву орешками или миндарьками. Кто что любит или что есть дома. Это не принципиально важно. Разрезаем обычно ромбиками. Я сначала разрезать глубоко не буду, потому что она еще не прихватилась. Она свежая. Я просто сделаю вот такие вот деления. Сформирую. Такая вот красивая халва получилась. Сейчас будем украшать вторую. Эта пока стояла, она уже лучше прихватилась и меньше крошится. Я могу даже глубоко сделать надрезы. Видите, она держит форму. И украшаем бабочками орешек. У меня такие бабочки сегодня большие. Большие. Вот такая вот халва получилась вторая. Посмотрите. Какие они нарядные. Пахнут. Сейчас нам нужно дать им остыть немножко. Я их закрою целлофанным пакетом. Или можно пищевой пленкой натянуть. Или фольгой. Чем угодно. Просто герметично упакуем, чтобы лишние запахи из холодильника не впитались в халву. И халва, естественно, не распространяла свой запах на другие продукты в холодильнике. Поэтому мы упакуем и поставим в холодильник буквально на 2, можно на 3 часа. А бабушка у меня всегда обычно ставила на подоконнику, на холодное место возле окошка. И она сама на протяжении нескольких часов застывала. У нас вообще всегда бабушка готовила халву в холодное время года. Потому что стоять у плиты постоянно возле горячей комфорки, сковороды и постоянно помешивать эту муку. Это процесс достаточно такой жаркий. Поэтому бабушка все время готовила халву в холодное время года. Вообще по армянским традициям халву чаще всего принято готовить на праздник терендес. Это праздник новобрачных, молодых, весны, любви, всего хорошего, светлого. И всегда на этот праздник готовили халву. И раньше хочу рассказать про терендес. Часто раньше во дворе собирались, разжигали костер, танцевали вокруг этого костра, танцы, хороводы. И бабушка пела песни. К сожалению, я эти песни не знаю. Но надо, кстати, у нее узнать и обязательно себе записать. А еще лучше выучить и научить своих детей. И в конце прыгали через костер. Это было невероятно весело, когда на улице снег, зима, холод, февраль месяц. А мы кружимся вокруг костра, танцуем, песни поем и перепрыгиваем через костер. Это очень весело. Это очень крутой праздник, светлый. И поэтому, конечно, классно, что такие традиции до сих пор еще сохранились до наших времен. Нужно обязательно их сохранить и передать нашим детям. А пока наша халва остывает, я вам обязательно покажу, когда халва застынет в разрезе. Так что ждите. Вот халва застыла. Посмотрите, какая она. Красивая. Обязательно нужно дать халве застыть, чтобы она приняла свою форму. Ее было удобно доставать и кушать. Приятного чаепития. Очень нежная. Вкусная. Приятного чаепития вам всем. Спасибо большое за просмотр и комментарии. Всегда рада читать от вас все комментарии. Мне очень приятно, что вы отзывчивые. Ну что ж, пока-пока. До новых встреч в новом видео с новыми рецептами. Тебе нравится, Ивусика? Угу. Ты лайк ставишь, Майя? Угу. Умница. Это ж ты тоже помогала мне готовить, да? Угу. Ивулик очень любит халву, да? Она и не любит. Эри не очень любит, да. А Ева любит. Только Ева не любит орешки сверху. Я ей снимаю орешки, она без орешек кушает саму халву, да? Угу. Получается вкусненько. Вкусненько получается, да? Да. Сладенько. Как конфетка, да? Ева, держи. Жуй. Сейчас выпадет Ева. Ротик, закрывай. Закрывай ротик. Некрасиво так делать. Закрывай. Закрывай ротик. Закрывай ротик. Закрывай ротик. Закрывай ротик. Закрывай ротик.